Добрый вечер, мы готовы начинать. Как всегда, начнем с организационных моментов. Скажите мне, пожалуйста, вот уже те опытные люди отвечают, да, видим вас и слышим, я еще даже спросить не успел. Коллеги, напишите, пожалуйста, видно, слышно, хорошо? Да, отлично. Ну что ж, уважаемые коллеги, если вдруг кому-то не очень хорошо будет слышно, если звук пойдет прерывистый, потому что всякое бывает, качество звука зависит от того, насколько у вас мощное интернет-соединение, если будут какие-то технические сбои, можно сделать следующим образом. Вы можете или заново зайти на вебинар по той же ссылке, или вы можете попасть вебинар через другой браузер. Есть еще один вариант, как можно улучшить качество звука. Для этого надо заморозить видео. Чтобы заморозить видео, вы наводите курсор на изображение лектора, и перед вами появляется в правом нижнем углу изображение видеокамеры. Наводите на нее курсор, появляется надпись «Заморозить мою камеру», нажимаете, и тогда картинка замирает, но зато освободившийся интернет-трафик весь уходит на то, чтобы передать вам звук. Ну что ж, коллеги, поскольку все пишут, что видно хорошо, и замечательно, что у нас сегодня представлен очень большой диапазон по России регионов. Я вижу и Волгоград, и Тамбовская область, и Дагестан есть, и какие у нас еще регионы. Кто-то писал, по-моему, из Сургута и так далее. Сегодня утром было очень много человек. Ямал-Ненецкий автономный округ, Саратовская область, Свердловская, Алтайский край, Краснодар, Комин, Новокузнецк, замечательно, Муром, Татарстан. То есть есть и те республики Калининград, города, в которых я сам не раз был, есть города, до которых еще не доехал, но очень-очень хочется. Замечательно, и Томска, и Петербург, и даже Забайкальский край. Великолепно. Ну что ж, уважаемые коллеги, тогда мы с вами начинаем вебинар. В конце вебинара я в чате дам вам ссылку на скачивание сертификата, и тема нашего сегодня вебинара очень непростая на самом деле. Она звучит таким образом. Построение индивидуальной образовательной траектории учащихся на уроках английского языка в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Почему эта тема непростая? Потому что идея индивидуальной образовательной траектории вошла в наши с вами нормативные документы совсем недавно с принятием новых в ГОС. До этого о ней говорили методисты, ее рассматривали как нечто полезное, но может быть не совсем обязательное, а сейчас она закреплена в нормативных документах. Соответственно, нам с вами придется ее учитывать так или иначе хотя бы в отчетных документах. Но на самом деле она ведь появилась тоже не просто так. Это влияние жизни. Вот если посмотреть, подумать о том, для чего же нужна индивидуальная образовательная траектория, почему она возникла, то здесь есть сразу несколько моментов. Во-первых, как я говорил, это аспект, который заложен федеральными стандартами. Об этом говорится и в стандарте для начальной школы, и в стандарте для основной школы, и для старшей школы. То есть на каждом этапе обучения мы с вами работаем, учитываем индивидуальные особенности учащихся и стараемся выстроить их индивидуальную образовательную траекторию. Во-вторых, конечно же, сама ситуация в школах требует от нас работать немножко по-новому. Вы сами знаете, сейчас нашей жизнью управляет СанПИН, на основании которого, если класс до 25 человек, он не обязан делиться на подгруппу. Больше 25 человек, если в классе, это нарушение СанПИНа. Но до 25 человек вполне может быть. И если ваша администрация делит класс на подгруппы для изучения иностранного языка, то это добрая воля понимающей администрации, которая понимает, что на самом деле необходимо учителю давать условия, и практически невозможно качественно научить английскому языку в условиях, когда класс большой. А ситуации самые разные бывают. Поэтому ситуация сама в школах диктует тоже такие условия, когда нам приходится выбирать моменты, выбирать возможности для того, чтобы достучаться до каждого ученика с помощью определенных методических средств. Более того, если вы посмотрите на федеральные стандарты, опять же, вы увидите, что обучение на старшем этапе у нас может теперь делиться на два уровня, на профильный и базовый. Более того, недавно опубликован был федеральный перечень на новый учебный год, на 2013-2014. Он был опубликован в российской газете. На сайте englishteachers.ru вы можете найти ссылку в соответствующей теме, можете скачать и приказ министра, и сами приложения со всеми учебниками. И вы увидите, что и там учебники тоже делятся на учебники базовые и профильные. То есть само профильное обучение диктует, что мы по-другому будем работать с учениками. А для того, чтобы ученик выбрал для себя профильное обучение, нам необходимо с вами его к этому подготовить и выстроить, опять же, его образовательную траекторию таким образом, чтобы ученик действительно был готов к профильному обучению. Сегодня в чате до начала вебинара кто-то успел уже поговорить о том, что ЕГЭ вводится обязательно. Действительно, с 2020 года во всех регионах России ЕГЭ по иностранному языку входит в состав обязательных экзаменов для итоговой аттестации после 11 класса. То есть абсолютно все ученики должны будут задавать ЕГЭ по английскому языку, имеют у тех, кто английский учил либо по немецкому, французскому и так далее. С другой стороны, некоторые регионы в порядке эксперимента могут попытаться и раньше ввести ЕГЭ. Конечно, сама эта идея, она немного озадачила сначала, когда появилась, потому что в том виде, в котором существует ЕГЭ сейчас, вряд ли можно рассчитывать, что общеобразовательное, что массовая школа будет задавать его с высоким уровнем успешности. Все-таки сейчас это экзамен по выбору. А естественно, там, где экзамен по выбору, дети готовятся более мотивированно и более основательно. Поэтому с 2020 года ЕГЭ примет вид двухуровневого экзамена. То есть будет уровень базовый, как нам обещают, и уровень профильный. Но и к этому тоже надо подвести. Да, вот кто-то пишет, не расслышал, извините, да, с 2020 года. Кто-то говорит, что Тамбовская область у нас пишет ЕГЭ по английскому уже в следующем году. То есть ряд регионов может войти в эксперименты. И об этом тоже придется, конечно, заботиться и готовить к этому. А с другой стороны, у нас с вами появились новые технические возможности. Как раз те самые возможности, которые позволяют точно так же выстраивать индивидуальную образовательную траекторию методическими методами. Вот на этом мы с вами посмотрим сегодня, какие методические приемы могут нам помочь, от чего зависит успешность построения индивидуальной образовательной траектории, какие факторы нам с вами надо оценивать, что мы можем сделать сами, а где нам потребуется помощь, пожалуй, школьного холога и так далее. Коллеги, если вы позволите, я буду сразу попутно отвечать на вопросы, которые вы задаете и на комментарии. Например, Регина Латифульна спрашивает, а что насчет ГИА? Коллеги, ГИА остается экзаменом по выбору. По крайней мере, в качестве обязательного никто его не прописывает. Если ваши дети выберут экзамен по английскому языку, он будет в формате ГИА. Если они не выберут экзамен по английскому языку в девятом классе, соответственно, в девятом классе они не будут сдавать этот экзамен. ГИА четвертый класс возникает. Вопрос сразу тогда уже по-быстрому отвечу, хотя мы к этой идее, к идее аттестации еще вернемся с вами в ходе вебинара. В четвертом классе, если мы посмотрим на стандартно-федеральный, итоговая аттестация внутренняя. То есть, итоговая аттестация в четвертом классе будет, но она будет разрабатываться внутри школы, то есть, вы сами ее будете разрабатывать. Это значит, что вам никто не будет спускать никакие федеральные контрольные работы. Это значит, что вы сами будете разрабатывать итоговые тесты, и по ним будете детей аттестовать. В этом году ГИА обязательно? Нет, ГИА не обязательно. Коллеги, ГИА – это экзамен по выбору. Он был по выбору, он экзаменом по выбору и остается. То есть, формат установлен, а дальше уже все остальное. Вопрос сразу. Учителя в школе не готовят к ЕГЭ. Как быть? Коллеги, об этом мы поговорим и сегодня, и немножечко отдельно. А вот вопрос хороший. Что делать так называемым необучаемым детям? Вот об этом мы и поговорим. На самом деле, если мы посмотрим на размер школьного класса, то мы не в самом худшем положении находимся. Я специально для вас посмотрел, какие средние размеры классов в разных странах. Посмотрите, пожалуйста, в Китае средний класс состоит из 36 учеников и никакого деления на подгруппы. Корея, Чили, Япония – 28. Индонезия, Израиль, Бразилия – 26, 27, кое-где даже 27,5, то есть 27-28 учеников. Та же самая Великобритания, которая для нас с вами всегда была примером, поскольку мы английскому языку учим. Средний размер класса Великобритании в Турции, Аргентине примерно как у нас 25-25,7 учеников. То есть довольно большая аудитория. Но тем не менее, в тех странах есть опыт работы с большими классами и есть определенные наработки, которые позволяют нам научить детей и в таких условиях. Вот давайте мы с вами посмотрим на то, какие, может быть, мы идеи возьмем оттуда, какие идеи нашей методики нам пригодятся и, самое главное, на то, что уже заложено в наше УМК. Вообще, зачем потребовалось построение индивидуальной образовательной траектории? Во-первых, потому что она способствует изучению английского языка, то есть достижению предметных результатов в ГОС. Действительно, если класс большой, нам надо находить методические инструменты для того, чтобы ученики как можно больше могли общаться на английском языке в рамках класса. Но понятно, что с учителем все общаться не смогут. Значит, один из выходов — это работа в микрогруппах, обучение в сотрудничестве и так далее. Мы сейчас об этом поговорим. Индивидуальная образовательная траектория способствует развитию ученика, потому что мы позволяем ученику более эффективно развивать и универсальные учебные действия, и фоновые знания, то есть это межпредметные результаты, а также развиваем ряд личностных качеств, включая, например, внимание, умение сотрудничать в коллективе и так далее. То есть это отчасти личностные, и плюс мы ученика еще и воспитываем таким образом, то есть позволяем достигать ряда личностных результатов. От чего же зависит то, каким образом мы с вами будем строить индивидуальную образовательную траекторию? Сразу вопрос уже. Скажите, когда будет выполнять одно из обязательных условий в госсоответствующее материально-техническое оснащение школ? Вы знаете, вот это оснащение необходимо требовать от самой школы. Каждой школе выделяются деньги на так называемые учебные расходы. Я на прошлой неделе был в Чувашии, в Чебоксарах, на большом региональном совещании, где выступал первый замминистра республики Чувашия, замминистра образования, обращаясь к директорам, и как раз говорил о том, что необходимо учебные расходы направлять на оснащение, на именно учебные расходы, а не просто на обслуживание, скажем там, оплату технического персонала и так далее. Так вот, коллеги, возвращаясь к нашей теме, что же определяет то, каким образом мы будем строить индивидуальную образовательную траекторию? Во-первых, у каждых учеников различные способности к изучению языков. Кто-то более способен, кто-то менее способен. От этого очень сильно зависит успех. Уровень коммуникативной компетенции ученика. Одно дело, когда дети приходят во второй класс, у них пока еще коммуникативной компетенции на английском языке никакой не сложилось. Но если, например, к вам дети приходят в пятом классе, уже от уровня зависит многое. Более того, есть целый ряд исследований, которые показывают, что существует тесная связь между тем, насколько хорошо ученик умеет общаться на родном языке, и тем, насколько легко у него будет проходить общение на языке изучаемом. То есть одно помогает другому. Поэтому, когда мы говорим об уровне коммуникативной компетенции, мы можем учитывать и коммуникативную компетенцию на родном языке. Точно так же построение индивидуально образовательной траектории зависит от того, какие существуют личные особенности у каждого из учеников. Сюда входят особенности восприятия, например, ученик аудио-визуал или кинестетик, и ведущий познавательный стиль. Про познавательный стиль мы сейчас поговорим чуть более подробно, потому что это вещь важная. И, соответственно, прогнозирование возможных проблем, потому что если мы эту траекторию начинаем строить, необходимо учитывать, какие проблемы могут возникнуть. Давайте мы посмотрим на то, каким образом можно оценить способности учеников. Я сразу хочу сказать коллеге, если у кого-то со звуком плохо, если вам не получилось, например, вы зашли через другой браузер, а звук лучше не стал, то тогда, наверное, вам придется посмотреть наш вебинар в видеозаписи с качественным звуком. Видеозапись мы выложим в течение недели, то есть до конца недели выложим, а презентацию после вебинара я сразу размещу на сайте. То есть вы сможете взять ее, скачать прямо сегодня, буквально через пару часов. Итак, как можно определить способность к изучению языка? Для того, чтобы определить эту способность, разработан целый диапазон тестов, которые называются Language Aptitude Test. То есть этот тест позволяет оценить, точнее понять, какие ученики смогут быстрее и качественнее изучать язык при прочих равных условиях. Потому что вы знаете, поставить ли несколько людей в равные условия, у одного с иностранным языком будет лучше, а у другого с иностранным языком будет не очень удачно. Поэтому существуют специальные тесты, которые позволяют понять, насколько ученик способен изучать иностранный язык. Вот примеры того, что этот тест проверяет. Первая часть теста проверяет Fanatic Coding Ability, то есть насколько ученик в состоянии развить фономатический слух. Грамматическую чувствительность проверяет вторая часть, насколько ученик вообще реагирует на грамматику и понимает, что это такое. Route Learning – это способность запоминать иностранный язык и соотносить значения и форму, например. Индуктивная способность к изучению иностранных языков – это то, насколько ученик может из контекста понять незнакомое слово, вывести правила и так далее. Существует довольно подробное описание таких тестов. Более того, если вы захотите, вы сможете эти тесты скачать. В самой презентации синим цветом отмечены прямые ссылки на эти тесты, например. Если вам интересно, вы их можете скачать и использовать в вашей работе для того, чтобы посмотреть, насколько ваши ученики в ваших конкретных классах способны к изучению иностранных языков. Есть тесты, обратите внимание, например, MLAT, который рассчитан на старшие классы и на взрослых людей. Есть тест MLAT и для начальной школы есть PIMS, Language Attitude Battery и так далее. То есть я даю вам ссылки на целых три теста, которые вы сможете использовать. При отборе в профильные классы можно использовать? Вопрос возникает. Коллеги, пожалуй, да, но надо помнить. Language Attitude Test не показывает уровень ученика. Он всего лишь показывает, насколько ученик вообще способен изучать английский язык. То есть что он вам сможет показать, это то, что вообще в принципе ребенок готов изучать иностранный язык или не очень готов. Может быть, такой тест может стать дополнительным, вспомогательным каким-то фактором, но вряд ли его стоит делать основным. Презентация будет выложена на сайте englishteachers.ru в теме презентации к вебинарам. Если вы хотите, я вам прямые ссылки на эти темы могу дать. То есть вы все сможете оттуда скачать. Каким образом можно определить уровень ученика, не прибегая к контрольным работам? Есть целый ряд ресурсов, которые позволяют оценить наш с вами языковой уровень и учеников, и наш с вами. Например, есть специальные сайты, которые позволяют примерно оценить, каков размер вашего словарного запаса. Сейчас перед вами на экране ссылки на два таких сайта. Они работают немного по-разному. Проделайте в свободное время, я думаю, что будет довольно интересно. Кроме этого, вы можете попробовать выполнить некий placement test. Есть университеты, различные программы учебные разрабатывают такие тесты. Но еще раз я хотел подчеркнуть, этот тест позволяет понять, сможет ли ребенок осилить конкретную программу обучения. Это не универсальное и не объективное исследование уровня ученика, а всего лишь его готовность к некой отдельной программе. Поэтому, опять же, в качестве основного инструмента вряд ли стоит использовать, но проверить, попробовать, почему бы и нет. Это может быть интересная вещь. И, наконец, как я уже говорил, на обучение, на качество обучения сильно влияют личностные особенности ученика. Прежде всего, стиль кодирования информации. То есть, какую информацию, в каком виде ученик воспринимает лучше. Мы все с вами делимся на аудиалов, визуалов и киноэстетиков. Кто такие аудиалы, вы прекрасно знаете. Пока ребенок не услышит текст, не услышит песню, не услышит вслух какое-что-то, он это не запомнит. Хоть какие картинки ему показывай, можно рисовать какие угодно схемы, не запомнит просто никак. У визуала обратная картинка. Ему можно рассказывать по много раз одно и то же, но пока ребенок не увидит схему, картинку, таблицу, не увидит слово, написанное, он его не запомнит. Киноэстетикам приходится труднее всего. Они запоминают что-то только в том случае, если они делают это руками, если они переводят тут же в практику, получаемые теоретические знания. То есть, соответственно, вот тот стиль кодирования информации, который присущ ученику, очень сильно будет влиять на тип учебных материалов и на тип заданий тоже. С одной стороны, можем основывать свой учебный курс на сильных сторонах ученика. Если он аудиал, нужно как можно больше заданий на аудирование, и он будет понимать эту информацию, воспринимать хорошо. С другой стороны, если ученик, например, киноэстетик, мы ему тоже будем давать аудиоматериалы, но мы их будем сопровождать упражнениями, которые ребенок делает для того, чтобы запомнить. Ведь действительно, вы сами знаете, та же самая песенка, например, как в учебнике Enjoy English для третьего класса Head and Shoulders, Knees and Toes, песенка, под которую зарядку делают дети, гораздо легче запоминают, потому что они именно совершают движения. Кроме стиля кодирования информации, очень важно, какой ученик, а когнитивный стиль, то есть стиль переработки информации. Этих стилей несколько. Сразу вопрос возникает, действительно, как реализовать этот подход, разделение по типу материалов в классах по 20 минимум человек. И уже отвечают коллеги, мультисенсорный подход. Действительно, мультисенсорный подход. Я буду говорить, я буду показывать, я буду показывать именно конкретные примеры того, что в учебнике заложено. Итак, какие бывают стили переработки информации? Я для себя распечатал презентацию. Если вы позволите, буду немножко подглядывать распечатанные материалы, потому что там я выделил на экране довольно мелко, выделил для себя маркером самые важные моменты. Для того, чтобы не запутаться и правильно вам сказать. Например, первый тип, это полезависимость, поленезависимость. Дети могут делиться на две большие группы. Например, для одних важны зрительные впечатления, наглядные, и они оценивают, где объект в пространстве находится. А другие детали выделяют. И вот, например, даже когда надо описывать картинку, дети первого типа будут скорее говорить, где на картинке что расположено, а дети второго типа в описании будут уходить в детали, будут много прилагательных использовать. То есть не просто говорить о предмете, а рассказывать, какой он. Импульсивность, рефлексивность. Есть дети импульсивные, они очень быстро выдвигают разные гипотезы и при этом совершают много ошибок чаще всего. А есть дети рефлексивные, они работают гораздо медленнее, но при этом из-за того, что они делают меньше ошибок, из-за того, что они анализируют предварительную ситуацию. Иногда бывают такие моменты. Например, учитель сердится на ученика из-за того, что он очень медленно делает упражнения. Коллеги, он делает медленно не потому, что он ленец, просто у него такой познавательный стиль. Он не может быстро работать, он тщательно, очень анализирует. А некоторых детей, наоборот, надо успокаивать, говорить, не спеши, посмотри еще раз, проверь себя и так далее. Вы знаете, как это бывает. Аналитичность, синтетичность. Есть дети, которые легко найдут различия, это аналитики. То есть для них прекрасно работают упражнения. Например, даем две картинки, им find five differences. Легко найдут. А есть, наоборот, представители синтетического стиля. Они находят легко сходство объектов. Они прекрасно будут делать упражнения, когда нужно слова из группы слов распределить по колонкам, в зависимости от того, к какому типу слов они относятся. Если вас заинтересовало описание таких стилей, вы можете подробнее, пройдя по ссылке, только сейчас не переходите вас выбросить из вебинара тогда, пройдя по ссылке, после того, как вы скачаете презентацию, вы сможете прочитать довольно подробную статью об этом. Это еще не все познавательные стили. Их выделяют гораздо больше. Есть интеллектуальные стили. Один из них это исполнительный стиль. Для таких детей характерна работа по правилам. Ему необходимо ставить четко сформулированную задачу. Малейшая нечеткость в формулировке задания, и ребенок с заданием не справляется. Он говорит, я не понял. И казалось бы, действительно, что здесь не понять, и в то же время, к сожалению, он действительно не может понять, потому что есть небольшая нечеткость. Законодательный стиль. Есть дети, которые игнорируют любые правила. Им абсолютно не важно, какие существуют алгоритмы работы, какие подходы к решению проблемы, на детали они не смотрят совсем. У них есть своя система идей, но зато они могут рассматривать и создавать новые подходы к проблеме. Опять вот, сильная или слабая сторона, трудно сказать, зависит от того, как мы это будем использовать. А есть стиль оценочный. Для таких детей очень важна готовая система, которую надо привести в порядок. Они ее будут анализировать, критиковать, стараться вырабатывать лучшее. В качестве примера, как можно интеллектуальный стиль использовать. Предположим, что у нас есть проектная работа. Представители законодательного стиля легко нагенерят новые идеи. Они легко выйдут за рамки чего-то старого, у них хорошо развито творческое мышление, как правило, они создадут идею. Представители исполнительного стиля эту идею обработают по алгоритмам и по правилам, то есть приведут в некий вид. И, наконец, представители оценочного стиля легко ее начнут долизывать, дорабатывать и совершенствовать. То есть на каждом этапе работы вступают в действие ученики с разными стилями. Если мы в проектную работу соберем учеников только с одним познавательным стилем, скорее всего, проект может получиться не очень удачным. То есть создать создадут, до конца не доведут. Или наоборот, ничего оригинального не будет просто потому, что нет представителей законодательного стиля. Есть и другие личностные особенности. Есть эпистемологический стиль, это то, как человек, как ребенок воспринимает мир. Вот, например, эмпирический стиль. Человек строит свою картину мира, основываясь на опыте. Для него теория не очень важна, для него самые важные факты. Если теорию факты подтверждают, значит теория правильная. Тогда наблюдение надежное, оно повторяемо и прочее. Если наблюдение, если факты не подтверждают теорию, то тем хуже для теории, значит теорию надо менять. Это, кстати, характерно для научного мировоззрения, потому что любая информация должна быть проверяема. Но бывают дети, которые представляют другой стиль, это стиль рационалистический. Ребенку гораздо важнее, какая картина мира сложилась у него в голове. Он создал некую логическую схему, и ему не важно, сколько фактов существует, которые ей будут противоречить. Вы знаете, у нас как-то на форуме один участник написал, я уже не помню, о чем шла речь, но он написал, что вот должно быть вот так, это логично. Поэтому, если даже невозможно создать такие задания, они все равно должны быть, то есть у него явное столкновение, противоречие между фактами, которые не вписывают в свою логическую картину мира. И в то же время он больше доверяет своей логике, и факты он просто игнорирует. То есть бывают и такие ученики. И, наконец, есть третий стиль, метафорический. Это стиль людей, которые полагаются на интуицию. Они считают, что какая-то информация верна не потому, что ее факты подтверждают, или не потому, что ее логически можно объяснить, а просто им интуиция подсказывает. И, опять же, для каждого из учеников с таким стилем найдется свое место в учебной деятельности. От каждого можно получить что-то полезное для работы. Есть разные стили постановки и решения проблемы. Есть, например, дети с адаптивным стилем, у них есть алгоритм, по алгоритму они четко будут работать. Такие дети, как правило, очень неплохие результаты показывают на стандартизованных тестах, в том числе на ГЕ и на ЕГЭ, потому что они четко следуют алгоритму. Есть стиль эвристический. Дети вечно пытаются найти новые способы, и их необходимо приучать. Вот если первым детям достаточно объяснить алгоритм работы, и они по нему будут работать, то для представителей эвристического стиля на ЕГЭ поработать будет очень сложно. Потому что, к сожалению, там, где требуется алгоритм работы, они не сильны, они вечно будут придумывать что-нибудь новое. Если первым мы просто алгоритм объяснили, вторым придется приучать этому алгоритму следует и не отходить от него. И, наконец, есть стиль исследовательский. А у этих детей очень удобная ситуация в том, что они легко собирают информацию и пытаются выстроить свой какой-то подход, но они учитывают и алгоритмы, и какие-то новые данные. Есть стиль инновационный. Эти дети постоянно выдвигают новые идеи. То есть являются такими генераторами. И, наконец, смыслопорождающие, это когда дети ориентируются на работу со смыслами. То есть, например, в чем суть вот этого явления, в чем суть вот этого явления. Если говорить о философах, например, великолепным представителем такого стиля, пожалуй, был Людек фон Вильгенштейн. Помните знаменитый философ, который занимался философией языка, и который говорил с удивлением в логике-философском трактате, писал, что, оказывается, могут быть люди, которые смотрят на предмет и не думают, а в чем же сущность этого предмета. То есть, его это очень удивляло. И вот эти вот разные познавательные стили мы с вами можем учитывать в нашей с вами работе. Я бы хотел подчеркнуть, конечно, определение познавательного стиля ребенка никак не входит в задачу учителя-предметника. Ни в задачу учителя английского языка, ни в задачу какого-нибудь другого учителя-предмета. Это работа школьного психолога. Но если вы знаете информацию, то вы уже можете ей владеть, вы можете уже понимать причину неудач и находить место для детей, соответственно, адаптируя собственный методический арсенал. И плюс существует набор диагностических тестов, которые помогают понять, откуда может возникнуть проблема у ребенка. В чем они могут быть, что может быть причиной проблем. То есть, посмотрите, перед вами есть несколько ссылок, вы по ним сможете потом пройти, когда вы скачаете презентацию. И, может быть, вы используете эти диагностические тесты для того, как раз чтобы посмотреть, почему некоторые дети бывают неуспешные. Вот, например, Вера Николаевна пишет Кокаева. Как назвать ребенка, если он отлично аудирует, отлично говорит, но тесты делает отвратительно? Здесь у ребенка, наверное, как раз проблема. Он не очень умеет следовать алгоритму работы, а тесты – это, прежде всего, очень алгоритмическая работа. Меня беспокоит построение индивидуальной образовательной траектории на уроках. Хочется отметить, что для того, чтобы строить траекторию для отдельных учащихся, требуется изменение принципа обучения, а именно обучение превратить в учение. Коллеги, вот сейчас мы как раз и поговорим о таких вещах, как именно на уроке делать. Вот, если мы с вами говорим... Итак, какие же средства построения индивидуальной образовательной траектории есть? Во-первых, средства можно распределить на три группы. Есть средства основные, они заложены в ОМК. И вот уже здесь надо смотреть, какие ОМК лучше, а какие, может быть, не так хорошо позволяют строить индивидуальную образовательную траекторию. На самом деле, конечно, умелый учитель при любом ОМК выстроит. Но мы с вами сегодня посмотрим на разные ОМК и посмотрим на конкретных предметах, примерах, какие же средства нам с вами помогают, что заложено. Есть средства дополнительные. Они, как правило, реализуются во внеурочной деятельности, потому что внеурочная деятельность по стандарту, она обязательно должна быть. На нее часы большие выделяются. Мы поговорим с вами в конце сегодняшнего вебинара о том, как можно организовать внеурочную деятельность. И в то же время это выносится за рамки уроков, то есть основными их считать трудно. А также есть у нас и вспомогательные средства, которые, как правило, могут реализовываться с помощью внеклассных мероприятий, потому что внеклассные мероприятия далеко не каждый из нас с вами проводит, не каждый учитель организует. Итак, какие же средства и методы нам помогают? Я попытался перечислить несколько, и затем мы про каждый из них поговорим. Прежде всего, это использование личностно-ориентированного подхода. Далее нам помогает мультисенсорный или мультисенсорный по-разному произносит подход. Мы посмотрим на примеры этого подхода. Нам может помочь то, как мы организуем работу в классе. То есть, например, если класс большой, конечно, логично давать детям больше упражнений для работы в микрогруппах, потому что тогда у них будет возможность говорить друг с другом, и возрастет количество того, что по-английски называется student talking time. Обучение в сотрудничестве может помочь просто потому, что учителю не всегда хватает сил на всех учеников. Помогает парная и групповая работа, помогает проектная работа, обсуждение проблем, ролевые игры, jigsaw reading и так далее. Мы сейчас посмотрим на конкретные примеры этих вещей. Помогает выдерживание индивидуального темпа работы у детей. За счет чего? За счет того, что мы даем детям определенные задания на самостоятельную работу, и нам помогает использование ИКТ. Мы посмотрим с вами на примеры из обучающих компьютерных программ и увидим, как именно они помогают. Вариативность учебного материала и заданий по уровню сложности. В ОМК должны содержаться разноуровневые упражнения. Например, упражнения повышенной сложности, упражнения базовой сложности. Когда я говорю про ОМК, я не имею в виду обязательно учебник. Такие упражнения могут быть и в рабочей тетради, и в обучающей компьютерной программе, то есть в разных компонентах ОМК. Но в целом в ОМК такие вещи, конечно же, нам нужны, если мы хотим построить индивидуальную образовательную траекторию. Потому что если таких вещей нет, нам их придется самим разрабатывать. И также иногда помогает избыточность материала. Об этом мы, опять же, скажем в ходе вебинаров. И, естественно, нам необходимо учитывать интересы учеников и в профилизации, и в подготовке к итоговой аттестации, и, самое главное, в подготовке к взрослой жизни. Итак, личностно-ориентированный подход. Что он из себя представляет? Определений существует много, они все довольно расплывчатые, поэтому мы с вами посмотрим на нескольких простых примерах. Характерные черты этого подхода в том, что он позволяет учитывать мнение и интересы учеников. Он позволяет повысить мотивацию детей для того, чтобы каждый посильное участие принимал в учебной деятельности. Он дает возможность ученику высказать свою личную точку зрения на обсуждаемую проблему. И вот у нас несколько примеров. Учитывая то, что изображения довольно мелкие, я могу попытаться увеличить для вас презентацию, вот так вот сделать, но все равно, я думаю, будет разумно, если я буду как можно больше просто зачитывать. Давайте посмотрим на пример из нового учебника Enjoy English для шестого класса. Я для вас прочитаю формулировку задания. Название секции звучит следующим образом. Speaking about the wonders of nature. И формулировка задания. Look at the photos. Listen and repeat the names of the places. Match the places and the names. И затем обращение к личному опыту ученика. Do you know what these places are famous for? То есть мы проверяем знания, мы активизируем фоновые знания ученика. Следующее задание. Там же в секции. Секция, напомню, рассчитана на три урока примерно. Следующее задание. После того, как мы отработали новую лексику, поговорили, поняли суть материала, то есть поотвечали на вопросы в упражнении 46, мы приходим к упражнению 47. И посмотрите, как оно сформулировано. Say what wonder of nature you have read about that you would like to visit and explain why. То есть, опять же, мы спрашиваем мнение ученика, а что ему интересно, куда он хотел бы поехать и самое главное, почему. Давайте посмотрим еще на несколько примеров из того же учебника Enjoy English для шестого класса. Секция называется Spending a free time. Мы с самого первого задания постоянно спрашиваем мнение ученика и обращаемся к его опыту. Например, упражнение 130. Look at the photos and say how you usually spend your free time. То есть, картинки представляют собой опоры языковые и речевые, а ребенок говорит опять же о себе. После того, как он прочитал, кто такой couch potato, мы даем маленький тестик, который позволяет ребенку лучше понять самого себя. И задание звучит следующим образом. Do you know yourself well? Answer the question. Are you a couch potato or not? То есть, помогаем ребенку посмотреть на собственный образ жизни со стороны. А вот примеры из учебника Enjoy English для 11 класса. Абсолютно так же идет работа. Посмотрите. Юнит называется Heading for a better new world. Название секции. How dependent are you on modern technology? То есть, мы опять обращаемся к опыту ребенка. Задание первое. Парная работа. Work in pairs. Think of technologies you cannot imagine your life without. То есть, дети говорят о себе. Затем идет задание индивидуальное. Затем третье упражнение. Think about your everyday life. What modern technologies do you use everyday? Make a list. То есть, дети говорят о себе, о том, позитивные или непозитивные технологии, как они влияют на жизнь. После того, как мы отработали лексику, у нас закончилось. Подвели итоги первого урока, а секция рассчитана примерно на неделю на три урока. И затем, посмотрите. Одиннадцатое упражнение. Снова парная работа. Work in pairs. Describe a device or gadget you recently bought. Follow the plan. Если никто из детей недавно не покупал себе ни сотового телефона, ни чего-то еще, потому что дети с разным достатком бывают, мы всегда можем с вами переформулировать упражнение. Describe a device that you would like to buy, например. И двенадцатое упражнение. Опять парная работа. Work in pairs. Ask each other questions about how much time you spend on each of these activities every day. Write down your answers. И, наконец, упражнение тринадцатое, которое завершает работу. In groups compare your answers with the data in the diagram. Draw a similar diagram for a group. Are there any common tendencies you can spot? Идет речь о британских подростках, и мы можем сравнить то, что у нас получается, то, что у нас не получается. Я не буду дальше с вами детально рассматривать упражнения из учебника. Я просто всю секцию до конца выложил здесь. И, посмотрите, она заканчивается мини-проектом. Опять же, каждый ребенок вносит свой посильный вклад. А вот пример из начальной школы. Пример из учебника hatenglish.ru для четвертого класса. Казалось бы, мы с вами изучаем грамматику. Какое грамматика может иметь отношение к личному опыту ученика? На самом деле, может. В этом разделе дети знакомятся с образованием Future Simple. У нас есть персонаж этого учебника. Персонаж этого учебника – злая фея Моргана. В третьем классе она злая фея. И дети очень много сил тратят вместе с персонажами на учебнике для того, чтобы ее обезвредить. С увлечением они это делают. Для них настоящее волшебное приключение. А в четвертом классе фея Моргана перевоспиталась и начинает работать школьным учителем. Ну, а поскольку школьный учитель, у нее очень большие возможности и отвести детей с помощью волшебных сил и в прошлое, и в другие страны, и так далее. И вот здесь, посмотрите, упражнение номер четыре. Моргана пытается... В упражнении номер два и один... Прошу прощения, упражнение номер три. В упражнении один и два мы отработали образование отрицательной формы Future Simple. А в упражнении номер три мы обращаемся к личным знаниям ребенка. Моргана пытается предсказать твое ближайшее будущее. Скажи, о чем она догадалась правильно, неправильно. Исправь ее ошибки. Образец. Казалось бы, простое упражнение, но помогает ребенку объяснить и увидеть, каким образом грамматика его самого касается. А затем, через несколько уроков, когда мы эту тему еще раз обобщаем, посмотрите, у нас есть вот такая игра. Загляни в магический шар и попытайся предсказать свое будущее через 15 лет. Выбери свои ответы из вариантов в скобках. In 15 years. И здесь опять же идет не только работа с грамматикой, но ребенок пытается сформулировать свои собственные представления о том, что он ожидает от жизни, кем он хотел бы стать и так далее. Какой жизнь будет вокруг него. То есть здесь и механизм вероятностного прогнозирования, и лучше могут себя понять. Вот пример из учебника Милли для четвертого класса. Я показываю на примерах разных учебников. Дети учатся говорить о том, что им нравится, а что им из еды не нравится. Сначала они знакомятся с чантом Do you like bananas? Затем, посмотрите, у нас идет упражнение Read and say. Дети учатся говорить о том, что нравится, что не нравится. Потом идет игра Read and make. Дети руками делают опору для следующего упражнения. Делают для себя игрушки. А затем у нас идет маленький диалог, когда дети рассказывают о том, что им нравится, а что не нравится. Например, Would you like a banana? No, thank you. I don't like bananas. Would you like a cake? Yes, please. То есть вот такие вот моменты. У нас уже задавались вопросы о том, что такое мультисенсорный подход. Давайте-ка я вам как раз об этом и расскажу. Не секрет, что у нас разные дети с разными каналами спрятать информацию. И даже мы с вами, взрослые люди, мы уже стали универсалами. Тем не менее, кому-то легче под музыку работать, а кому-то нужна тишина для работы. Под музыку работать с аудиалу хорошо, а тишина нужна визуалу, например. Правда же? Итак, что мультисенсорный подход дает? Во-первых, он предоставляет возможность задействовать в обучении все каналы восприятия информации. Во-вторых, он позволяет учитывать различные познавательные стили учащихся. И помогает способствовать развитию ученика и когнитивному, и физическому. Давайте мы посмотрим на примеры, но я, пожалуй, отвечу на вопрос сначала. Вопрос следующий. Скажите, а есть ли у издателей с титул возможность предложить нам электронные версии необходимых учебников и книг для учителя, для электронных книг или планшетных компьютеров? Сейчас пользуемся сканированными версиями, и это не всегда качественно. Коллеги, мало того, что сканированные версии это не всегда качественно, это еще и нарушение авторских прав. Если идет речь о книгах для учителя, то с сайта englishteachers.ru вы можете скачать материалы из абсолютно всех книг для учителя ко всем учебникам курса happyenglish.ru, ко всем учебникам курса enjoyenglish. Так что можно этим пользоваться. Итак, каким образом работает мультисенсорный подход? Прежде всего, мы интегрируем несколько способов передачи информации. Давайте мы с вами посмотрим на упражнение номер один во втором уроке. Дети знакомятся с названиями комнат. Предыстория такова. В одном доме живет призрак, которого зовут Эдвен. Он очень одинокий. У него все есть, большой дом, но он грустит постоянно, потому что у него не хватает друзей. Но поскольку у него нет друзей, дети ему решили помочь. Они принесли ему в подарок мышку, которого зовут Цебайес, который будет его новым другом. И вот призрак с ним знакомится. Давайте мы с вами послушаем, как происходит знакомство, и вы сами увидите, как строится урок, как нам аудирование помогает зрительному восприятию и наоборот. Unit 8, Lesson 2, Dialogue, A Friend's House Hi Edwin, this is Tobias. Hi Tobias, nice to meet you. He's your friend now. Bye. Come in Tobias. I'll show you my house. We are in the hall. Isn't it beautiful? It's purple. This beautiful orange room is my living room. Look at this green room. It's my bedroom. And my bathroom is blue. Here we are at last. My favorite room. Do you like my yellow kitchen? Make yourself at home. Вот такое упражнение. Кстати, понравилось вам, как актер играет? Это британские актеры. Но у нас важный очень принцип. Дети должны слышать хороших актеров с хорошим произношением. И если у нас дети идут, то это свои сверстники. Коллеги, сразу отвечу на один вопрос. Вопрос был, есть ли книга для учителя к happyenglish.ru для 11 класса. Книга для учителя не просто вышла. Мы ее выкладываем с разрешения авторов на сайте. Либо мы ее сегодня к вечеру выложим, либо, скорее всего, завтра я уточню, где это взять. Рабочие программы к happyenglish.ru для начальной школы, для старших классов тоже доступны для бесплатного скачивания на englishteachers.ru. А теперь возвращаемся к подходу. Посмотрите, мы не просто знакомимся с названиями комнат, но нам помогает знание цветов, которые были. Более того, мы слышим, и как проходят, и какие звуки по-разному раздаются в разных комнатах. Правда? Это упражнение было одновременно и для визуалов, и для аудиалов. Следующее задание, оно звучит так, read and make. Сегодня утром, когда я проводил вебинар, кто-то из учителей говорит, ну сколько же времени уйдет, если еще и вырезать что-то и раскрашивать. И мне пришлось объяснить один момент, и давайте-ка я расскажу и вам тоже, поскольку вещь довольно интересная. Это примеры из учебника Милля для второго класса. Текст на самом деле, спрашивает Наталья Захарова, не слишком ледяный текст? Нет, дети справляются неплохо, потому что текст на самом деле немного, он просто по времени звучит долго, потому что bedroom, bathroom и так далее. А так у нас всего посмотреть, пять предложений, не более того, которые несут существенную нагрузку. Итак, что делают дети? Дети вырезают из раздаточного материала домик с дверцами, и им показывают, как его надо сделать. Но не просто показывают, а учитель ведет урок на английском языке. То есть, это упражнение становится дополнительным инструментом для того, чтобы не просто кинестетике поработали, но для того, чтобы все дети расширили свой словарный запас. Учитель показывает, говорит, например, детям, Take the scissors, take the scissors, берет ножницы. Если кто-то не понял, учитель говорит, do it like this. Ну, как правило, все понимают, посмотрев друг на друга. Взяли ножницы, cut out the doors, cut the doors out, do it like this. И учитель показывает. Если кто-то из детей все еще в недоумении, учитель подойдет, поможет, покажет и так далее. Но инструкции даются по-английски. Мы не ожидаем, что дети запомнят слово scissors, оно очень непростое, правда? Но, тем не менее, запас, вернее, расширение пассивного запаса идет, потому что одни и те же инструкции повторяются за уроком урок. Дети сделали вот эти вот вещи, разрезали, у нас и слова подписаны. Видите? Cut, fold и так далее. И затем дети накладывают вырезанную страничку с дверками на домик. У нас подписано название комнат. И играют, прячут вырезанную картинку с изображением мыши в парах. И друг у друга спрашивают. Is the mouse in the bedroom? No. Is the mouse in the bathroom? Yes. Your turn. Отгадали, меняются и так далее. И вот эти упражнения у нас обязательно на каждом уроке. То есть, посмотрите, первое упражнение для аудиалов и визуалов. Второе упражнение для киноэстетиков и обязательно очевидный коммуникативный выход. И когда это дает системе каждый урок, то подход начинает работать. Элементы этого подхода используются в других учебниках. Например, страничка из учебника из нового Enjoy English для шестого класса. Если вы обратите внимание на нее, то посмотрите. Мы здесь с детьми говорим, тема учебника для шестого класса, это клуб путешествий. И мы говорим о том, например, что дайверы, то есть те, кто плавают с аквалангом, используют под водой разные знаки. Там же говорить нельзя. Разные знаки и жесты, которые показывают, как они себя чувствуют. И что надо делать. Дети сначала пытаются догадаться по движениям рук, что эти знаки означают, потом показывают друг другу. То есть та самая, опять же, работа и для киноэстетиков и так далее. Вопрос, а не долго им делать этот домик, спрашивает Татьяна Анциферова про Милле. На самом деле недолго. Дети быстренько вырезают контуры дверей, быстро делают прорези там, где будет название комнат, и вырезают мышку. Это занимает буквально 4-5 минут, и в книге для учителя подробный план поурочной, где прямо по времени написано. И так далее. Как нам может помочь организация работы в классе? Может помочь несколькими вариантами. Прежде всего, нам помогает обучение в сотрудничестве. Зачем оно нужно? Для того, чтобы создать условия для активной совместной работы. Совместной учебной деятельности для учащихся в разных учебных ситуациях. Чем обучение в сотрудничестве отличается от работы в микрогруппах? В микрогруппах мы просто делим детей на группы, даем им задания, и затем каждому ученику по итогам этой работы ставим собственную оценку. Если дети... Обучение в сотрудничестве работает по-другому. Мы не просто делим детей на микрогруппы, но мы делаем так, чтобы в одной группе, обязательно в одной и той же, был один ученик сильный. И один ученик слабый, хотя бы. И несколько учеников среднего уровня. То есть, мы уже делим с учетом уровня детей. Мы даем одно общее задание на группу, либо на весь класс, каждая группа делает, кто быстрее успеет, либо у каждой группы может быть и свое задание. Дети сами распределяют роли свои для выполнения этого задания, или мы можем подсказать с учетом детских особенностей, особенностей каждого ребенка. И затем мы ставим одну общую оценку на всю группу. То есть, каждый ученик вносит свой вклад, и если он не поработает, то результат у всей группы будет не очень высокий, и он сам получит не такую высокую оценку. Конечно, для того, чтобы научить ребенка, научить с этим работать, необходимо пройти несколько шагов. Вот несколько примеров из курса Милле. Посмотрите, в этом уроке дети учатся распределять обязанности на английском языке. Who is going to? Are you going to? Задают вопросы и учатся говорить. И дальше, на следующем уроке, распределяют, кто как сделает те же самые crafts. I need scissors, papers, pencils, lights. Are you going to make the decorations, Наташа? И так далее. Дети готовятся к вечеринке. No, I'm not. Пятый класс. Пятый класс. Опять же, урок называется Let's work together. Учимся распределять роли и брать на себя ответственность, распределять фронты работ. Кто что делает. Ролевая игра. Ролевые карточки тоже расписывают четко роли, но опять же, здесь мы помогаем детям научиться эти роли распределять. И так далее. Такие же вещи очень полезны для того, чтобы подготовить детей к проектным работам. Вот проектная работа, проектная деятельность – это еще один способ организации работы в классе. Который позволяет детям научиться друг у друга. Но вот если обучение в сотрудничестве для того, чтобы дети хорошо в группе выполнили задание, сильный ученик будет помогать более слабым. А слабый ученик тоже свой вклад посильный внесет. Если он не может что-то сказать, он хотя бы нарисует. Или подписи красиво подпишет картинкам. То в проектной деятельности мы не ставим задачей каждому ученику поставить одну и ту же оценку. Здесь дети могут проявлять себя. И проекты могут быть и разные по времени. Например, как косрочно-долгосрочные. И по способу взаимодействия. Парные, например, групповые, индивидуальные и так далее. Но что характерно для каждого проекта, это то, что у любого проекта будет обязательно либо творческая задача придумать что-то новое, либо задача исследовательская собрать информацию. Проекты направлены на развитие исследовательских умений, на развитие умений анализа, синтеза, поиска и отбора информации. На развитие умений взаимодействия со сверстниками. На развитие умений самостоятельной работы. И обязательно у проектов должны быть четко оформлены видимые конечные результаты, которые вы потом либо на стенку повесите, либо в портфолио ученика вложите. Проекты есть сейчас практически в любом учебнике. В каждом учебнике титула практически каждый юнит обязательно заканчивается проектной работой. Вот перед вами пример проекта из учебника Милля для третьего класса. Проект называется Our Class Album. Дети учатся рассказывать про свой класс, они картинки рисуют, чтобы класс проиллюстрировать, и заполняют табличку с расписанием, и учатся затем писать по электронной почте письмо с рассказом о классе. А вот проект более крупный, проект называется, хотя это и мини-проект, который можно сделать в рамках одного урока. Это проект из учебника Enjoy English для 11 класса, и это телешоу. Вот когда речь идет о телешоу, этот проект приобретает вид ролевой игры. Это телешоу большие, посмотрите, у нас даются и опоры, и дается задание. You are going to take part in a TV show where young people discuss the influence of modern technologies and the internet on their lives. Follow these steps. Дается распределение ролей, все это дети делают, затем они в группах по ролям играют, у нас даются вопросы и так далее. Но обратите внимание, пожалуйста, это не ролевая игра, то есть здесь дети выступают в роли самих себя, а не в роли каких-то персонажей. То есть, опять же, мы опираемся на личный опыт ребенка. Ролевые игры тоже нам помогают. Чем они полезны? Ну, во-первых, они позволяют ученикам проявить свои способности и знания в предлагаемых обстоятельствах. Во-вторых, мы с вами можем прописать ролевые карточки, прописать роли для ученика с учетом способности учеников. Либо, если карточки у нас готовые, мы можем скорректировать роли с учетом способности учеников. Кстати, я хочу обратить ваше внимание, коллеги, к нам присоединилась Марианна Юрьевна Кауфман, и это замечательная возможность. Потому что, когда мы будем говорить о примерах из курса happyenglish.ru, у вас есть возможность задать вопрос авторов и получить комментарии. У нас с вами получился фактически международный вебинар, потому что Марианна Юрьевна находится сейчас в Германии и общается с вами из города Франкфурт-на-Майне. Так что у нас сегодня с вами очень приятный сюрприз, мы к нему готовились и будем об этом говорить как раз. Вот посмотрите, ролевые игры могут быть самые разные. Пример из учебника Милле для третьего класса. Дети учились в первом упражнении читать Lost Pet Notice и понимать, затем для киноэстетиков есть упражнение, дети делают опоры, создают маленьких роботов, из которых каждый обладает способностью, и затем у них маленькая парная игра ролевая. Один играет роль полицейского, который помогает найти пропавшего робота, а один жалуется этому полицейскому. То есть игра довольно простая, дети с ней справляются, тем не менее получается. Посмотрите пример более серьезной игры. Дети старше, например, как раз пример из учебника HappyEnglish.ru для 11 класса. Эта игра завершает работу над целым юнитом. Мы в течение всего юнита говорили о глобализации, о том, чем глобализация для нас хороша, чем она не хороша, говорили о примерах ее, которые мы видим вокруг себя постоянно, и затем заканчивается работа над этим юнитом ролевой игрой, которая называется Globalization is brought to court. Посмотрите, пожалуйста, у нас четко прописаны роли, у нас есть и свидетели защиты, и свидетели обвинения, у нас есть обвинитель, у нас есть судья, и посмотрите, пожалуйста, как удобно сделано. Описана ситуация, дети уже получили информацию по этому времени, сформировали собственное мнение, научились говорить об этих, о всех вещах, и затем мы пытаемся наконец-то решать. С точки зрения детей, глобализация это хорошо, или глобализация это не очень хорошо. Но опять же хочу сказать, ролевая игра должна быть тщательно подготовлена. Во-первых, учитываем особенности детей. И посмотрите, то, что я говорил сегодня раньше о познавательных стилях, как раз и позволяет нам понять, как лучше какие роли распределить, кто будет хорошим следователем, кто будет хорошим адвокатом, кто будет хорошим свидетелем и так далее. У нас обязательно, несмотря на то, что дети очень много работают с языковым материалом, у нас есть обязательно опоры и речевые, и языковые. То есть мы даем и клише, мы их еще раз повторяли, и еще раз с лексикой мы работаем. То есть эта игра не просто способ проверить детей и дать им применить изученный язык, но и в то же время и отработать что-то, то, что они хорошо знали. Вот правильно очень комментирует Елена Барина, я прошу прощения, что без отчества, но вот как написаны имена, что роллплей это почти спектакль. Действительно, дети заучивают роли, они в них вживаются. И это, кстати, очень хорошая вещь, потому что иногда роль помогает ребенку отбросить страхи, сомнения, боязнь сделать ошибку, потому что ситуация требует, ребенок говорит. Ролевые игры на самом деле нам нужны не только для того, чтобы проверить, как дети чего-то научились. Ролевые игры еще очень полезны для подготовки к итоговой аттестации. Посмотрите на это задание из учебника Enjoy English для 6 класса. Каждый прогресс-чек в этом учебнике заканчивается заданиями, которые помогают детям готовиться к сдаче ГИА и ЕГЭ. И я сейчас увеличу, потом обязательно уменьшу слайд. Посмотрите, у нас есть ролевые карточки, карточки, которые прописаны и для монологического высказывания, то, что будет на ГИА, и для высказывания диалогического. И дети, фактически, получая ролевые карты, эти диалоги разыгрывают. Это не просто контрольное задание, это еще и небольшая ролевая игра. Еще один из приемов, который очень полезным оказывается, именно для индивидуализации обучения, для того, чтобы каждый ребенок имел возможность что-то сказать, подумать и вовлечься в работу в общую, это такой прием, как обсуждение проблем в англоязычной методике, называется discussions, и дебаты. Чем дебаты и обсуждение проблем отличаются? Дебаты имеют свою очень четкую структуру. У них есть своя технология подготовки и своя технология проведения. Тогда как обсуждение проблем – это менее глобальный вид работы, его можно проводить и быстро в классе в рамках небольшой части урока, но и обсуждение проблем, и дебаты способствуют следующему. Во-первых, они позволяют развитию учащихся информационную компетенцию, потому что для того, чтобы оценить валидность какой-то точки зрения, необходимо владеть определенной информацией. Эти виды упражнений, эти виды работы позволяют расширить фоновые знания у учащихся в меру сил и способностей каждого ученика. Потому что для того, чтобы привести аргументы, надо понимать, о чем вообще идет речь, правда же? Помогают научить ребенка аргументировать собственную позицию, опять же, в меру способностей. Для того, чтобы такие упражнения были ценно для детей и мотивировали их действительно к общению, тема сама по себе должна быть близка ученикам. Почему это важно? Потому что если дети понимают, о чем они говорят, если у них есть разные мнения по проблеме, то, соответственно, они и говорить будут увлечены, говорить активно. Если детям эта тема не интересна, никакого обсуждения не получится, ну, максимум одной-двумя репликами дети обменяются. Но уж если тема выбрана правильно, если дети возбудились, то их, наоборот, очень трудно успокоить, они будут еще долго-долго к этой теме возвращаться, иногда и на переменах продолжают говорить. И такие упражнения учат детей достигать успеха в общении в самых разных обстоятельствах. Когда есть те, кто нам противостоит по долгу службы, например, свидетель защиты, свидетель обвинения, правда? Когда нам нужно убедить кого-то, судью или прокурора, это возвращаясь к идее того, что мы видели в учебниках happyenglish.ru. И еще очередной пример из учебника happyenglish.ru для 11 класса. Мы учим детей аргументировать собственную позицию. Но дело в том, что даже найти нужные аргументы не такая простая задача, а это умение, ох, как потребуется еще на ЕГЭ, когда дети будут эссе писать. И если вернется к говорению, то в диалогической речи тоже. Да и нам в жизни часто приходится объяснять мотивы и причины каких-то поступков, или пытаться убедить человека с помощью аргументов. Посмотрите, у нас сюжетная линия учебника happyenglish.ru для 11 класса такова, что у девочки Наташи, которая заканчивает школу, как раз родители заключают контракт и уезжают в Англию на 3 года. Наташа, естественно, поедет вместе со своими родителями, но поскольку она едет в Англию, ей необходимо поступать там учиться. И вот этот вот сюжетный поворот позволяет детям посмотреть на то, чем отличаются российские экзамены от британских. Каковы лучшие университеты мира в разных странах, и в России, и в Великобритании, и в США? Что необходимо для того, чтобы поступить в университет? Но кроме вот этих академических моментов, мы говорим как раз и о том, что необходимо каждому ребенку. То есть мы, например, говорим, даем детям информацию, которая им пригодится в жизни. Вот посмотрите, Наташа завела онлайн-дневник и объясняет, что ей нужен совет как можно скорее. Ей надо решить проблему с жильем. Будет ли она жить на кампусе в университете, то есть в университетском жилье, или она будет где-то снимать жилье off-campus. Но она тут же объясняет условия. То есть у нее денег немного совершенно, лишних никаких нету. Приедет она, скорее всего, в июле и так далее. То есть четко задается ситуация. И посмотрите, сначала мы обращаемся к опыту и мнению учеников. То есть у нас идет задание следующее. Я увеличу еще раз слайд для того, чтобы было виднее для нас с вами. То есть сначала мы убеждаемся, что дети правильно поняли условия. А затем И дети рассказывают, что они считают. После этого мы еще раз в упражнении номер пять просматриваем брошюру, для того, чтобы понять, какие преимущества в жилье на кампусе. То есть учимся понимать информацию, которая дается в материалах. А затем И вот после того, как дети записали свои идеи, у них идет следующее упражнение. Они слушают двух университетских студентов, и каждый приводит аргументы за или против жизни в кампусе. То есть свои представления дети проверяют тем, что им могут сказать реальные носители языка, те, кто реально были в этих ситуациях. Пример дебата в классе. Это пример из учебника New New York English для седьмого класса. И опять же, посмотрите, еще раз увеличу презентацию. Посмотрите, пожалуйста, у нас очень четко прописаны и роли, и кто что делает, задание для каждой роли, и опоры, и языковые опоры. То есть еще раз я хочу подчеркнуть, дебаты это вещь сложная, обсуждение проблем тоже вещь непростая. Помимо самого важного условия, чтобы тема была понятна и близка ребенку, необходимо ребенка подготовить. Подготовка должна быть и языковая, когда мы даем нужные опоры, и подготовка моральная, и так далее. Коллеги, сразу по ходу отвечу на пару вопросов. Вот, например, Елена Баринова пишет. Пример, на мой взгляд, очень универсально, все можно адаптировать на свой лад. На самом деле, да, я и хотел как раз показать, что одни и те же задачи мы с вами можем решать разными способами. И несмотря на то, что УМК разные, средства, которые в них заложены, позволяют как раз индивидуальную образовательную траекторию строить. Следующий вопрос. Подходит ли УМК Милик образовательной системе 2100? Коллеги системные, вот какая ситуация. Если вы откроете федеральный перечень, он утвержден, наконец-то. Он был опубликован в российской газете. Вы его можете скачать с сайта EnglishTeachers.ru. Там даны ссылки на сам приказ министра и полные цитаты. Вы увидите, что никаких систем в перечне нет. Более того, в ноябре специально писал письмо замминистра образования господина Римаренко, где он подчеркивал, что недопустимо на региональном уровне ограничивать выбор учебников. То есть, никто не имеет права вас заставлять работать в рамках какой-либо системы. Вы сами выбираете ваш учебник. Главное самое условие, чтобы он был в федеральном перечне. Даже если вы выбираете какой-то учебник, которого в федеральном перечне нет, вы его имеете право использовать в качестве дополнительного пособия, но не в качестве основного. Поэтому все, что есть в федеральном перечне, можно использовать. Если у вас требует ОМК, чтобы была привязка к образовательным системам, это нарушение и закона об образовании, как существующего, так и того, который принят и вступает в действие с 1 сентября. Это нарушение приказа министра образования и федерального перечня. И это нарушение инструктивного письма Министерства образования. Поэтому, коллеги, вы эту информацию можете скачать с EnglishTeachers.ru, включая само письмо, и можете как раз показать вашу администрацию. Заставляя вас соответствовать неким системам, ограничивая искусственно ваш выбор, администрация на самом деле серьезно противоречит государственному законодательству. А это уже дело очень серьезно наказуемое. Пойдемте дальше. Мы поговорили про дебаты. И мы говорим о вариативности материала. Вот просто вопрос, что есть в федеральном перечне. В федеральном перечне есть списки учебников. Списки учебников, которые соответствуют федеральному компоненту, то есть стандарту 2004, и списки учебников, которые соответствуют в ГОС. То есть можете это все скачать и использовать. Коллеги, вы знаете, я вас хочу призвать вот к чему. Мало ли кто что говорит. Для вас основной аргумент это документ. Есть федеральный документ, подписан приказ министра, вы им руководствуете. Если вам кто-то говорит, что что-то должно быть, ну, не верьте им. Мы все люди, все можем ошибаться. Если должно, пусть покажут документ, на котором это основано. Я в такой ситуации, когда мне говорят, например, вот тут у вас неправильно, вы должны исправить. Я говорю, хорошо, я готов переработать какую-то бумагу, но чтобы я на неправильно не исправил, покажите мне, где, в каком методическом письме, в каком приказе это написано. Если вы мне покажете, я сделаю так, как в приказе. Если разводят руками, говорят, ну вот приказа нет, то тогда, извините, на каком основании требуют исправить и заявляют, что это неправильно. Правда же? Далее. Еще одно средство построения индивидуально образовательной траектории – это вариативность материала. Что такое вариативность материала? Один из способов создания вариативности материала – это избыточность языкового материала. Например, если мы будем с вами говорить о курсе Enjoy English, то вы увидите, что в этом УМК материала гораздо больше за урок в самом учебнике, в рабочей тетради, в обучающей программе и так далее, чем за урок можно сделать. То есть все равно придется выбирать нужную информацию. Зачем это сделано? Затем, что, во-первых, это способствует индивидуализации учебного процесса. То есть мы можем выбрать то, что необходимо конкретным ученикам. А с другой стороны, у нас ведь дети разные в классах. Есть дети послабее, есть дети посильнее. Детям послабее нужны упражнения базового уровня. Детям посильнее нужны упражнения посложнее. Правда? Вот когда у нас материалы в избытке, мы можем выбрать и упражнения посложнее для детей более сильных. То есть таким образом происходит дифференциация. Точно так же нам помогают обучающие компьютерные программы. Они включают в себя разноуровневые упражнения. Как раз эти разные уровни упражнений и помогают поддержать учащих с разными способностями и координировать учебный процесс. За счет чего? А давайте-ка мы с вами посмотрим. Вот пример из обучающей компьютерной программы к учебнику New Millennium English для седьмого класса. Коллеги, я сейчас поставлю на паузу для того, чтобы не зависеть от техники, а просто сделал видеозапись этой программы. У вас сейчас на экране должна появиться картинка. Скажите, пожалуйста, когда у вас появится картинка? Появилась? Судя по тому, что вы пишете. Да, отлично. Ну что ж, давайте посмотрим. Разноуровневость может проявляться в разных этапах. Посмотрите, пожалуйста. Мы выбираем упражнение. Первое упражнение, первый этап этой работы. Продолжение следует... Первое упражнение, который мы изучали на уроке, мы сейчас с ним продолжаем работать. Перед нами появляется текст, и нам надо выбрать слова, которые подходят по смыслу, которые можно подставить в нужные пробелы, и мы заполняем текст. После того, как мы его заполнили, мы сделали... Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Добрый вечер. Под своим именем выполняет учебники и... И, вернее, выполняет упражнение, и тогда записывается информация под его именем. То есть... Когда появится обучающая компьютерная программа к новому EnjoyEnglish для пятого класса? В феврале. Программа практически закончена. Скоро выйдет. Сколько стоит активация? Коллеги, я сейчас не могу точно сказать. Посмотрите в интернет-магазине. По-моему, 260 рублей за программу. Давайте все-таки вернемся к нашей с вами теме. Что такое профилизация обучения? Как можно учитывать знания учащихся? Опять же, разными методами. Ученики бывают разные. И к тому моменту, когда они приходят, например, к старшим классам, не все ученики одинаково владеют умениями работать с конкретными видами задания. Для того, чтобы помочь таким ученикам, к учебникам EnjoyEnglish с пятого по одиннадцатый класс ко всем, есть приложение с 2013 года, которое называется Learning Strategies. Возьмем, например, учебник новый EnjoyEnglish для шестого класса. Я уже из него примеров сегодня много показывал. Я его для вас и использую. Мы его открываем. И сзади у нас есть страницы, которые так и называются Learning Strategies. Эти страницы представляют собой памятки на выполнение конкретных видов упражнений. Я покажу вам пример из одиннадцатого класса, вы увидите, как это выглядит перед собой на экране. Здесь как раз это нужно, что… здесь как раз это и нужно для тех учеников, например, кто-то чего-то не знает, отправляем их к Learning Strategies. Если остальные дети знакомы, умеют выполнять определенный тип работы, мы можем к Learning Strategies не обращаться. И есть приложение SchoolEnglish к учебникам EnjoyEnglish для десятого и одиннадцатого классов. Вот если вы планируете элективный курс или профильное обучение, вы можете использовать это приложение, оно в самом учебнике уже есть, то есть ничего покупать не надо дополнительно, для того, чтобы вводный курс для профильного курса сделать или короткий элективный курс разработать. Вот как это выглядит. Вот это приложение называется Elemental Geography. Несколько страниц, еще и только один разворот показываю, где дети знакомятся с понятием, вернее, Economic Geography, дети знакомятся с понятием экономической географии и учатся по-английски говорить о том, что они изучали на русском языке. А вот как выглядит Learning Strategies для одиннадцатого класса. Еще раз увеличу слайд, очень сильно увеличил, не пугает все меньше. Зачем? Затем, чтобы вы могли посмотреть, каким образом сформулировано задание. Например, How to develop reading test questions. Вы читаете стратегии, перед вами сверху перечислены юниты и упражнения, в которых вы можете посмотреть, еще раз отработать необходимые навыки и умения. Давайте я вам покажу один пример из учебника happyenglish.ru для одиннадцатого класса. Мы говорим о том, что мы знакомим детей с большим миром, когда они выйдут из школы, чтобы быть готовым к некоторым моментам, с которыми могут они столкнуться. Поскольку особенность учебников happyenglish.ru такова, что тексты не только можно читать, но их можно слушать, то есть это, я не знаю других таких учебников, честно говоря, как happyenglish.ru, вот почему, потому что каждый текст учебника начитан на аудиоприложение актерами. Это очень удобно, особенно в начальной школе. Не помнит ребенок, как прочитать надо, он в состоянии послушать аудиоприложение и вспомнить, если он правила чтения забыл. Для того, чтобы вам было удобно, давайте мы послушаем, что же дети читают в одиннадцатом классе. Уни 3. Лесос 14, 15. Exercise 8. Listen to the five cases and match the stories with their titles from above. One of the titles is not needed. 1. A woman from Israel sued a TV station for a mistake in their weather forecast. After they predicted a sunny day, she left her home lightly dressed. It rained. She got wet through and caught a cold. She had to miss four days of work and spend $38 on medication. 2. After a night drinking beer to celebrate the end of exams, 19-year-old Kevin Mackle went to get a can of cola from a vending machine. The young man seems to have tried to get the cola without paying. He was pushing and rocking the machine and in the end it overbalanced and fell on him. The young man died. His relatives sued the Coca-Cola company and the university where the machine had been placed for about $660,000. They said that the machine was not secured and there were no warning signs instructing students not to rock it. Коллеги, мы не будем... Коллеги, не будем тратить время слушать до конца все, но, поверьте, текст очень интересный. Причем сразу хочу подчеркнуть. Эти все истории из реальной жизни. То есть авторы их не придумывали. Это то, что реально случается. Детям, как правило, эта вещь очень интересна. Причем она чем интересна? Мы им говорим, посмотрите. Бывают разные ситуации, в которые можно попасть. На самом деле, с помощью этих текстов дети тренируют кондишнлс, потому что потом идет упражнение. Say what you would have done in these situations. If you had been и так далее. Они рассказывают. Но вместе с тем мы детям даем информацию о том, что бывает иногда в жизни и какие вещи у нас иногда могут получиться. И вот на этом тоже можно давать большое количество дополнительной информации. Когда мы говорим о подготовке к итоговой аттестации, здесь важны следующие моменты. Во-первых, каким будет учебник интересный. Кстати, коллеги, сразу прокомментирую. Был вопрос. Приобрели обучающую компьютерную программу, а она не устанавливает. Что делать? В программе, на каждой программе, на диске есть информация. И если вы скачиваете файл, в нем тоже есть информация о том, как связаться со службой технической поддержки. Вы им напишите по электронной почте, либо позвоните по телефону, оставьте свою контактную информацию. Вам обязательно перезвонят и помогут. Эти все проблемы технически решаются. Все это можно сделать. Итак, подготовка и итоговая аттестация. Конечно, один из форматов подготовки это работа с форматом задания. Но только натаскиваемый на формат, ничего не сделать. Поэтому удобно, если задания в формате ГИА и ЕГЭ есть прямо с первого года обучения. Если вы посмотрите на учебники EnjoyEnglish, там практически каждое задание в ProgressCheck дается в формате ГИА и ЕГЭ на том уровне, который доступен детям. Если вы посмотрите на новые учебники HappyEnglish.ru для начальной школы, то вы увидите, что и там заданий немало в формате ГИА и ЕГЭ, но здесь авторы поступают следующим образом. Они дают выбор. То есть есть задания как в формате стандартизованных тестов, так и задания других форматов. То есть учитель сам может выбрать, что ему сейчас важнее. Обратить внимание ребенка на форму работы, либо более удобными для учителя способами на данный момент разобраться с содержанием. Правда же? В учебниках HappyEnglish.ru для 10 и 11 классов есть рубрика exam know-how. В прошлом году эта рубрика была только в учебнике 11 класса, но с 2013 года учебники, которые выходят, те самые, которые вошли в федеральный перечень как соответствующие в ГОС, в них рубрика exam know-how появилась и в учебниках для 10 класса. То есть те, кто уже успели поработать в этом году с учебником для 11 класса, вы увидите, что материалы в рубрике дополнились, расширились, изменились, а в 10 классе эти материалы появились. В курсе EnjoyEnglish есть специальная рабочая тетрадь номер 2 контрольные работы. Для 4 класса, и эту тетрадь вы можете использовать для того, чтобы разработать собственную итоговую аттестацию в 4 классе, для 10 и для 11 классов. А рабочая тетрадь номер 2 в 9 классе теперь называется вообще подготовка в ГИА, потому что формат ГИА немного изменился, и, соответственно, задания в той тетради поменялись тоже. А к учебникам New Millennium English для 10 и 11 класса добавили сразу целый раздел, который называется Get Ready for the State Exam. И, наконец, есть специальные дополнительные пособия. Вот как выглядят задания рубрики Exam Know How в учебнике happyenglish.ru для 11 класса. Посмотрите, пожалуйста. Здесь мы учим детей готовиться к части аудирования. Коллеги, уже комплименты пишут. Спасибо большое. Давайте все-таки чуть-чуть попробуем договорить. Есть полезные вещи. Итак, здесь знакомят детей по-русски со стратегией выполнения задания. И затем идет отработка на примере на английском, естественно, языке. То есть те дети, которые не очень знакомы с форматом, они объяснение по-русски поймут, и все абсолютно смогут отработать на английском языке. Вот как выглядит рубрика Get Ready for the State Exam в учебниках New Millennium English. Это пример из 10 класса. Здесь задание на чтение как раз. И вот как выглядят рабочие тетради из курса Enjoy English. Для 4 класса, и это просто рабочая тетрадь номер 1 вышла к учебнику для 5 класса. Вот рабочая тетрадь номер 2, подготовка в ГИА для 9 класса, и есть тетради для 10 и 11. И готовится к выходу рабочая программа для 5 и 9 классов. А вот дополнительные пособия, которые вам могут пригодиться. Эти дополнительные пособия выглядят следующим образом. Практикум по английскому языку ГИА 2013. Авторы пособия Наталья Николаевна Трубанева и Ирина Евгеньевна Бабушес. Наталья Николаевна Трубанева является разработчиком, руководителем команды разработчиков контрольно-измерительных материалов для ГИА. И есть пособия типичной ошибки в ЕГЭ и как их избежать. Авторы Ева Костюк, Ева Боголюбова. Все эти пособия с аудиодисками выходят. Чем они хороши? Даются, например, 6 проверочных работ в пособии по ГИА. Объясняется методика выполнения работы, то есть что делать, как делать. Даются реальные бланки, которые ученики учатся заполнять. Даются ключи и объяснения критерий оценивания. А в пособии по ЕГЭ еще и объясняется не только стратегия выполнения заданий, но и то, как можно этих типичных ошибок избежать. Например, если вы стратегии разобрали работой по учебникам happyenglish.ru, то вы можете просто выполнить дополнительные тренировочные упражнения из этих пособий. Если вы работали по другим учебникам, где стратегии не так подробно объяснялись, неважно какого издательства, вы можете эти пособия использовать для своей работы. Вопрос. Что насчет электронного пособия к ЕГЭ в перспективе? Коллеги, работаем. Просто, знаете, обычно не объявляем никаких вещей новых, пока они еще не появились. Уже в продаже, спрашивает Лариса Васильевна. Лариса Васильевна, если вы спрашиваете про пособия, да, вот эти пособия в продаже. Коллеги, давайте, это были основные средства подготовки. Теперь буквально 10-12 минут на завершение вебинара поговорим о внеурочной деятельности. Дополнительные средства построения индивидуальной образовательной траектории. Если мы почитаем стандарт, то в стандарте четко написано. И в стандарте для начальной школы, и для средней школы, и для старшего этапа говорится следующее. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматриваются учебные предметы, курсы и так далее, и внеурочная деятельность. В стандарте для начальной школы прописано количество часов на внеурочную деятельность. В средней и старшей школе не прописано количество часов. Но в начальной школе, посмотрите, какое количество, до 1350 часов. Эти часы на одного ребенка на все 4 года обучения. У внеурочной деятельности есть направление развития, например, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Форма внеурочной деятельности может быть любая, если только это не форма урока. Она потому и называется внеурочная. И количество часов, которые отводятся на внеурочную деятельность, не берется из количества часов общего, из базисного учебного плана. Они идут отдельно, и СанПин их не ограничивает никаким образом. И посмотрите, очень важный момент. Опять цитата из стандарта. Как их будут оплачивать? Это оплачивает образовательное учреждение. Каким образом делается? Форма организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы определяет образовательное учреждение. То есть вот такие вот моменты. Как ее можно организовать? Я хотел бы предложить несколько моментов организации внеурочной деятельности. Давайте я расскажу на примерах начальной школы, потому что форматов может быть много. Кто-то способен провести театр на английском языке, кто-то способен с детьми в походах ходить, а для кого-то это не очень удобная вещь. Правда же? Давайте посмотрим на один из примеров следующий. Я бы предложил внеурочную деятельность в начальной школе по учебникам Enjoy English организовать в виде научного общества. Не удивляйтесь, пожалуйста, что я говорю про научное общество относительно начальной школы, потому что это момент важный и он вполне-вполне посильный. В ходе работы этого общества дети будут получать социокультурную информацию о стране изучаемого языка, учиться находить новую информацию, выбирать нужную и так далее. Можно и сценки разыгрывать так же. При этом даже если ваш класс делится, например, на подгруппу, одна подгруппа изучает английский язык, а другая другой язык какой-нибудь, все равно внеурочной деятельности можно охватить всех детей. Работа внеурочного общества научного может заключаться в виде небольших исследовательских проектов. Давайте я покажу пример проекта для второго класса, именно научного, каким образом можно с ним работать. У нас есть во втором классе такая тема. What is your name? Дети учатся различать имена мальчиков и имена девочек. Какие можно вопросы для исследований детям дать? Вопрос следующий. Какие имена популярны у современных английских школьников? Какие имена используются в английских народных сказках? Популярны ли сейчас эти имена? Популярны ли имена из русских народных сказок в современной России? Делим группу детей на две части. Одна группа это те, кто либо английский не изучает, либо у кого с английским совсем слабо, они будут работать с русскими народными сказками. Другая подгруппа будет работать с английскими народными сказками, но, конечно же, на русском языке, потому что речь пока о втором классе идет. Дети, которые работают с русскими народными сказками. Сначала первое заседание этого общества. Мы спрашиваем у детей, какие сказки они русские читали, какие имена персонажей там встречаются. И, конечно, здесь дети вспомнят вам и Кощей Бессмертного, и Бабу Ягу, и Василису, и Иванушку. Ведь правда? Если мы спросим, читали ли дети какие-то английские сказки, они, может быть, их и не читали, тогда мы можем очень коротко какую-нибудь сказку рассказать. И просто поговорить про английские имена. Задание к следующему заседанию клуба, например, через неделю. Прочитать по три на русском языке сказки. Одна группа читает три русских народных сказки и выписывает оттуда все имена, которые встретятся. Другая группа читает сказки английские народные на русском языке и тоже выписывает оттуда по-русски имена. Дети приходят на следующее заседание общества. Детям, которые выписывали имена русские, мы их просим в группах вместе вспомнить 10 своих знакомых, друзей и родственников, кого угодно, записать имена на листочке бумажки. И отметить, сколько из этих записанных имен, среди них есть тех, которые встречаются в сказках. Дети, которые английские сказки читали, мы им показываем, как имена пишутся по-английски. И даем списке готовые самых популярных имен 2011. Эту информацию можно на сайте englishstitchers.ru найти. Помогаем эти имена вслух прочитать и просим посчитать, сколько раз имена из сказок встречаются в этом списке. Кстати, знаете, какое самое популярное имя у мальчиков в Лондоне, родившись в 2011 году? Это имя Мохаммед. Так что не очень сказочное английское народное имя, правда? Скорее легендарное, но не английское. То есть, таким образом мы потом подводим итоги. У детей, которые работали с русскими народными сказками, спрашиваем, сколько раз на 10 именов встречались имена из сказок. У детей, которые работали с английскими народными, спрашиваем тоже, сколько встречались. И таким образом делаем выводы. В каком языке чаще имена старинные из сказок используются, а в каком реже современные. В курсе Милле точно так же можно работать. Такое же научно-исследовательское общество, только не Англия и Россия. Поскольку в курсе сравниваются разные страны, его можно назвать окно в мир. И точно так же можно на каждый проект, на каждый юнит придумать по мини-проекту. Например, второй юнит «Школа в истории». И можно поговорить вместе с детьми о том, какими были школы в России и других странах много лет назад, какими школьными принадлежностями пользовались дети. Эта информация есть в дополнительных каталогах бесплатных интернет-ресурсов, которые размещены на сайте englishteachers.ru ко всем учебникам. Оттуда вы можете эту информацию брать, ее использовать для того, чтобы детям рассказать, показать, показать картинки и так далее. Они вполне смогут с этим работать. Саму презентацию вы можете тоже скачать и воспользоваться этими идеями проектов. Если вы посчитаете, что эти проекты вам интересны, я готов и к остальным учебникам для начальной школы примерно и темы таких исследовательских работ прописать. Вот что касается учебников happyenglish.ru, может быть, здесь Марьяна Юрьевна посоветует что-то. У меня взгляд такой. Учебники happyenglish.ru как раз ставят с тем, что в них гигантское количество социокультурной информации. Причем там есть такая информация, которую сам с удивлением узнаешь, хотя вроде бы взрослый человек и кандидат наук. То есть они как раз этим интересны. Они очень хороший уровень представляют такого рода информации. Может быть, и нет смысла при работе с этими учебниками фиксироваться только на социокультурной информации. А можно организовать клуб путешественников. Назвать его, например, Royal Travel Club, и на заседаниях этого клуба дети будут знакомиться с особенностями и достопримечательностями различных стран, учиться себя вести в соответствии с этикетом, правилами и культурой этих стран, а также помогать родителям в поездках, читать знаки в аэропорту, понимать надписи, объявления. Здесь можно и сценки разыгрывать, и мини-презентации, и мини-сценки могут быть и этикетного характера, и какого угодно. То есть вот так можно работать. Что касается внеклассной работы, это, пожалуй, история отдельная. Мы все с вами в той или иной степени или занимались, или занимаемся внеклассной работой. Я могу просто порекомендовать. Если вы ищете какие-то материалы, может быть, вас заинтересует пособие внеклассное мероприятие на английском языке для 2-11 классов. Автор пособия Олеся Олеговна Кобзева. Вот то, что вы сейчас видите, это отдельный сборник. Его можно отдельно приобрести, можно посмотреть более подробную информацию на сайте EnglishTeachers.ru. И посмотрите, пожалуйста. Это пособие как раз содержит готовые сценарии мероприятий, которые посвящены и национальным праздникам англоязычных стран. И чем удобны эти мероприятия, там достаточно мероприятий для детей с разным уровнем способностей и знаниями. То есть, опять же, мы помогаем выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Более того, у детей еще и творческие способности могут раскрываться и так далее. Про обучающие компьютерные программы я уже говорил, показывал примеры. Эти программы содержат разного уровня упражнения, направлены на обучение всем видам речевой деятельности. Но когда речь о говорении идет, там, естественно, опоры для говорения, умение выстроить свои реплики, выстроить диалоги и так далее. Если вам интересно подробнее узнать про обучающие компьютерные программы, вы можете посмотреть видеозапись моего вебинара «Методические особенности использования ИКТ в обучении английскому языку». Видеозапись выложена на сайте englishteachers.ru в открытом доступе. Пожалуйста, берите, используйте. Там информации довольно много. И, подводя итоги, какие средства построения индивидуальной образовательной траектории заложены в разных курсах? В Enjoy English это личностно-ориентированный подход. Это избыточность материала, когда вы сами можете выбрать, какие упражнения использовать. Это наличие разноуровневых упражнений, в том числе и в обучающих компьютерных программах. Ко всем учебникам курса Enjoy English есть обучающие компьютерные программы. В 10-11 классе они называются «Электронные приложения». И они содержат в себе аудиозапись, скрипты, дополнительные по-юнитной контрольной работы, и англо-русский словарь электронный, и материалы для проектных работ. Развивающие задания содержатся в УМК. На каждом уроке обязательно вы найдете и упражнения для индивидуальной, и для парной, и для групповой работы. А также вам могут помочь приложения Learning Structures к учебникам с 5-го по 11-й класс. И рабочие тетради номер 2 «Контрольная работа» для 2-го, прошу прощения, для 4-го, 9-го, 10-го и 11-го классов. Авторы планируют продолжать работу над этими тетрадями так, чтобы у каждого УМК была такая тетрадь. Если мы посмотрим на курс happyenglish.ru, то что вам может помочь? Во-первых, вовлечение школьников в работу через сюжетные построения и сопереживания героям. Во-вторых, у детей идет очень мощное развитие информационной и стратегической компетенции. Точно так же авторы соблюдают баланс форм работы, который позволяет достучаться до самого слабого ученика. Проектные работы в конце каждого юнита. Задания, которые направлены на сотрудничество. Это ролевые игры, групповые деятельности и так далее. И точно так же обучающие компьютерные программы и электронные приложения к учебникам. Как я уже говорил, в курсе happyenglish.ru вышли обучающие компьютерные программы. Это интерактивные плакаты для начальной школы 2-й и 4-й классы. Программы для 5-го, 6-го, 7-го классов вышли. 2-й класс готовится к выпуску в ближайшее время. 4-й класс тоже скоро выйдет весной. 10-й, 11-й класс есть электронные приложения. А 8-й, 9-й, над ним работают наши сотрудники. 8-й класс рассчитываем выпустить к лету, постараемся. И 9-й класс в течение календарного года. То есть все будет линия закрыта. У меня спрашивает Наталья Захарова. Вы не анализируете возможности учебника английский в фокусе. Почему? Коллеги, отвечу честно. Я с этим учебником не знаком и не могу его квалифицированно анализировать. Я рассказываю только про учебники, которые выпускает издательский ститут. Потому что я с ними знаком хорошо. Я считаю, если я с учебником не знаком, то с моей стороны будет просто некорректно его пытаться проанализировать. Я думаю, что это скорее задача авторов этого учебника. Рассказать, объяснить и поддержать. Средства для построения индивидуально-образовательной траектории в курсе Mille Neuminal English. Это использование мультисенсорного подхода. Или мультисенсорного, как нам подсказывали, если идет речь о подходе. Это наличие большого количества ролевых игр в младшей школе. И дискуссии, и дебатов в среднем и старшем звене. Это наличие большого количества разных уровневых упражнений. И также есть обучающие компьютерные программы. К Милле, ко всем учебникам для начальной школы, включая интерактивные плакаты для начальной школы. New Millennium English 5, 6, 7 классы есть. 10, 11 класс, электронные приложения. 8, 9 готовятся к выходу. Вам могут пригодиться еще вот что. Вышла вот эта вот книга дополнительная. Грамматика английского языка для школьников, поступающих в ВУЗ, теория и практика. Это пособие скорее для старших классов. Там содержится подробное объяснение грамматических моментов и современный языковой материал, на основе которого сделаны упражнения. То есть большие тренировочные материалы. Могут помочь вот такая серия книг для чтения. Эта серия называется RedUp со 2 по 11 класс. Сейчас перед вами на экране те книги, которые уже вышли. Это вся начальная школа 2, 3, 4 класса, вся старшая школа 10, 11 и 9 класс. Готовятся к выходу 5, 8 классы. Затем будет 6, 7, то есть линия сомкнется. Это хрестоматия, которая специально написана была нашими авторами по заказу, которую можно использовать к любым учебникам. Здесь есть текст разных жанров, есть задания в формате ЕГЭ, опять же. И сразу хочу сказать, поскольку писали российские авторы, то, естественно, каждый текст проверялся и корректировался британскими корректорами. То есть то же самое, что происходит у нас со всеми учебниками. Готовится к выходу книга, которая называется «Олимпиады для школьников для средней школы». Это тоже может быть внеурочная, кстати, деятельность. Авторы книги Корена Степана Махмурян и Оксана Павловна Мельчина. Корена Степана Махмурян не только заместитель председателя предметной комиссии по ЕГЭ по иностранным языкам, она еще и один из разработчиков Всероссийской олимпиады по английскому языку. Я это хорошо знаю, поскольку сам являюсь членом жюри регионального этапа Олимпиады по английскому языку Всероссийской по городу Москве. И вот в этой книге содержатся задания, которые помогут детей подготовить к олимпиадам, либо вы можете сами попробовать тренировочно-школьные олимпиады провести. Вопрос, редап можно для любых учебников? Конечно, можно для любых. Это хрестоматия для чтения, которую можно использовать с любым учебником. Работаю в началке по первой версии учебников. К ним есть обучающие программы. Я полагаю, что вы имеете в виду Enjoy English. Для Enjoy English программы писались сразу под переработанный учебник, под новую редакцию. Но упражнения можно действительно использовать и с учебниками из первой версии. И как я говорил, вот электронные приложения, то, как она выглядит. Мы про это и говорили. Собирается ли издательство выпустить нечто похожее на «Кто боится английской грамматики Цебаковского»? Коллеги, мы пока продолжаем издавать «Кто боится английской грамматики Цебаковского» как раз. Так что можно это все использовать. Приняли решение о размещении ключей к редап. Коллеги, я сейчас, боюсь, не готов ответить на этот вопрос. Я просто должен буду его задать главному редактору издательства. В вашем интернет-магазине не планируется продавать электронные версии учебников? Коллеги, мы над этим работаем. Мы сейчас пытаемся понять, что должно входить в электронный учебник, чем он будет отличаться. У нас сейчас есть прототипы. Я их представлял на министерском совещании в декабре. Мы об этом говорили. Мы сейчас над ними активно работаем. Но пока по срокам не могу точно сказать. Давайте сделаем что-нибудь хорошее. Итак, вы можете сейчас скачать вебинар по ссылке. Прошу прощения, сертификат к вебинару по ссылке. Вопрос, какой у нас есть. А у вас проблемы есть с решебником? К учебникам, коллеги? Решебники – вещь, конечно, неудобная. Но есть несколько способов решить эту проблему. Первый способ решения – если к вам приходит ребенок, и вы знаете, что он просто списал задание из этого решебника, вы можете поступить следующим образом. Даете детям те же самые упражнения, только меняете единственное число на множественное. «He, not they» и так далее. И просите сделать у доски. Естественно, ребенок их не сделает. Ставите заслуженную оценку. Еще один вариант. Можно воспользоваться, например, если вы работаете по курсу happyenglish.ru. Для среднего звена есть дополнительные пособия, которые называются «Mr. Help идет на помощь». Там как раз есть те самые дополнительные упражнения, уже готовые. И самое главное, там есть объяснение учебного материала, которое изучали в классе. И поэтому, если родители хотят детям помочь, если ребенок заболел, пропустил, не знает что-то, он может посмотреть и сделать это. И, конечно, обучающие компьютерные программы могут помочь. Функция мониторинга в новых мультимедийных программах. Но функция мониторинга там, по сути, двойным способом реализована. Первый способ – это четко вот этот вот журнал электронный, где записывается действие ученика. Это все можно распечатать, вкладывать в портфолио. А вторая функция – мониторинга, когда ребенок получает мгновенный ответ, правильно он сделал упражнение или неправильное. Ну что ж, уважаемые коллеги, большое вам спасибо. Вопрос продолжает идти. Есть ли электронные приложения к курсам «Деловой английский» и «Английский» в науке? Пока еще нет. Если будут востребованы, мы их сможем сделать. Мы уже об этом говорили. Ну что ж, уважаемые коллеги, мы заканчиваем вебинар. Я надеюсь, вам удалось скачать сертификат. Если у кого-то по какой-либо причине, я еще раз даю ссылку, сертификат не скачался, мало ли какой компьютерный сбой, напишите нам на адрес connectenglishteachers.ru. Мы вам этот сертификат пришлем в электронном виде. Я также хочу сказать, поскольку я практически каждую неделю провожу семинары в России, мы с вами можем видеться не только онлайн. В следующий раз мы с вами встретимся 18-го числа, когда я буду проводить вебинар о реализации идей в ГОС в учебниках happyenglish.ru со 2 по 11 класс. Но мы с вами можем и на очных семинарах встретиться. Например, завтра я улетаю в Челябинск, послезавтра я буду выступать перед директорами школ в всей области. 20-го, 21-го числа у меня будет семинар в Белгороде, 22-го у меня будет семинар в Старом Осколе, 25-го я провожу семинар в Самаре, это будет понедельник. Что еще? То есть регионов много, о семинарах мы, как правило, пишем информацию. В Сургут когда? Коллеги, в Сургут пока и в Воронеж точно не могу сказать, в ближайшие месяцы, наверное, нет. В этом полугодии, в Пензу. В Пензе я был, наверное, года полтора назад, в Краснодаре. В апреле была Ольга Анатольевна Денисенко, я был в Краснодарском крае. 18 февраля вы будете проводить вебинар? Да, коллеги, буду проводить я, потому что авторы, к сожалению, в отъезде. Марианна Юрьевна готовит вебинары, которые она будет проводить прямо из Франкфурта. В Кирове планируется семинар в этом полугодии. В Уфе я был в июне, пока в ближайшие месяцы не планируется. В Челябинске где? Коллеги, в Челябинске это будет в Челгу, но это будет совещание только для директоров школ. На московском педагогическом семинаре буду. В Мурманске, в Омске я был, Омск планируется, насколько я помню. В Мурманске не был несколько, года два, наверное, еще уже. Но надеюсь, что доберусь, коллеги. Ну что ж, большое вам спасибо еще раз. Уважаемые коллеги, если... Я прошу вас записываться на вебинары заранее, мы всегда стараемся все это делать. Дайте ссылку, пожалуйста, невозможно скачать. Отдаю ссылку еще раз. Держите. Если не получается, пишите по электронной почте на connectenglishteachers.ru. Готовы будем вам прислать эту информацию. Где взять... А, где взять презентацию? Презентации будут выложены прямо сейчас в течение часа. Мы это сделаем. Презентация будет выложена на сайте englishteachers.ru вот здесь. Кстати, у нас большая радость, у нас вчера зарегистрировался 40-тысячный участник нашего форума на englishteachers.ru. И уже человек 50, по-моему, за сегодня успели за сутки зарегистрироваться. А видеозапись вебинара мы до конца недели выложим вот здесь. То есть вы сможете это все скачать. Уважаемые коллеги, еще раз большое спасибо. Давайте мы с вами будем продолжать дальше встречаться и на вебинарах, и на семинарах личных. Большое вам спасибо, особенно тем, кто дотерпел, не ушел с работы до такого позднего времени. Дождался даже несмотря на то, что у нас были... Несмотря на то, что у вас репетиторство планируется, и семьи, и прочее. Насчет Перми коллеги будут, но пока до ближайшего дня не планируется. Из дома тоже очень хорошо, из дома вам совсем удобно. Хорошего вам вечера, и надеюсь, хорошего завершения рабочей недели. До свидания. Продолжение следует...